Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу Кфасмилеру, это отличная группа с недорогой прокачкой. Также группа заботится о ваших аккаунтах и насчёт бана переживать не стоит. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролёт безвлазно фармить. Прокачка доступна как и для пользователей ПК, так и для пользователей PS4. В общем, ссылка есть в описании. В GTA Online присутствуют различные способы заработка, начиная от ограбления, заканчивая ограблением целого острова. Как раз таки о последнем в сегодняшнем ролике мы и будем говорить. Дело в том, что у каждого способа заработка в игре есть своя определённая доходность. Соответственно, игроки будут выбирать то, что больше приносит прибыли. А ограбление Кайоперика относится к этому типу. Да и вообще, в целом оно является самым прибыльным заработком в игре. Было множество различных патчей, которые так или иначе нёрфили это ограбление. Как раз таки сегодня мы и посмотрим, как патчи изменили саму структуру ограбления и как играется оно в целом. Действительно ли патчи убили это ограбление, если так можно выразиться, сегодня мы это и узнаем. Ну а вы находитесь на канале Антромера, меня зовут Игорь, всем желаю приятного просмотра. Первое, чего хочется коснуться, это, конечно же, подготовки. Оно никак не изменилось. Все задания по подготовке, а также точки входа и выхода в комплекс остались теми же. То есть мы всё так же, как раньше, можем поставить точку входа через канализационный тоннель и не париться. С помощью этого мы сразу же попадём в комплекс. Для быстрого прохождения нам всё так же понадобится подводная лодка-косадка, дабы сразу переплыть к канализационному тоннелю. Этот момент на ограбление остался всё так же нетронутым и тут всё как раньше. После того, как мы подплывём к канализационному тоннелю, нам нужно будет его вскрыть. Делается это с помощью резака, многие не знают, как его получить, а получить его достаточно просто. Да-да, я сам был удивлён, когда узнал, что есть подобные люди. Вам всего лишь-то нужно выполнить подготовительное задание по его поставке. Сам этот резак, по большей части, нужен для стелс-прохождения, либо же вот для такого скоростного. Короче, просто, чтобы пройти ограбление без лишнего гемора. Ну а тем временем, когда вы допилите эту решётку, всё, что вам останется сделать, это проплыть немного вперёд и подтвердить точку входа в комплекс. Затем у вас пойдёт небольшая катсцена, которую, к сожалению, нельзя пропустить. А так как мы играем на время, нам нужно сделать всё быстро и получить по максимуму. Данная штука, к сожалению, мешает. После выхода из канализационного тоннеля, вы попадёте на террасу комплекса. А в самом комплексе будут множество охранников. Единственный момент, который тут понёрфили, это то, что нельзя теперь вырубить джиггернаута. Но нам данное действие вообще не понадобится. Мы разворачиваемся, бежим по этой лестнице, далее залезаем вот на эти перила. После чего с них мы уже попадаем на крышу. И как раз-таки через эту крышу мы максимально безопасно и быстро попадаем к нашей главной цели. К счастью, все эти патчи не коснулись охранников, разве что там какую-то зону действия и их рэгдово снизили. Типа теперь их больше нельзя толкать, и они там лучше слышат и видят, но это на самом деле не так. После того, как мы пробежали по маршруту к офису Эль Рубио, который показан на видео, следующей целью у нас становится это выбить ключ от подвала. Благо он спавнится с большой вероятностью у охранников офиса. И дропается где-то в интервале от одного до трёх охранников. По пути, кстати, вы можете зайти в офис Эль Рубио, забрать оттуда сейф, картину, а также пистолет со стола. Ну а я забыл про сейф, потому что я дебил, но зато вспомнил про пистолет. После того, как мы законно присвоили себе ключ от подвала, мы идём в этот же самый подвал. Этот спуск к подвалу находится неподалёку и в слепой зоне охранников. Используем ключ и после чего заходим в подвал, а попасть нам нужно было в него для того, чтобы быстро попасть к нашей основной цели. В подвале нужно взломать всего лишь один отпечаток, а тем временем с офиса придётся взламывать пять. Эту штуку тоже никак не понёрфили и взламывается это всё достаточно быстро. После взлома нам открывается доступ к основной цели. Используем тот самый резак, дабы не поднимать шуму. А вот если бы у нас его не было, то ваш персонаж просто бы заминировал эту дверь. После того, как мы ломанули дверь, забираем основную цель и после чего уходим тем же путём. Ибо там можно сразу же вылезти к главным воротам и тем самым выйти. Попутно, кстати, снимаем вот этого охранника, дабы он нам просто не мешал. После чего открываем двери теми же ключами и бежим к воротам. Затем мы подтверждаем выход. Мой персонаж, уже за которое ограбление острова, не может запомнить, где находится кнопка от ворот. И каждый раз он её пытается найти. Такая вот логика у Rockstar. Далее, после того, как мы покинули остров, теперь нашей целью становятся второстепенные цели, как бы тавтологично это ни звучало. Убиваем охранника возле мотоцикла, а также убиваем охранников, которые стоят на пути. Затем садимся на мотоцикл и едем в главный док. Самое страшное, что может быть у вас на пути, это кусты. Кусты это самая прочная вещь вообще в GTA, и опасаться этих кустов реально стоит. После того, как мы добрались до главного дока, вырубаем охранника, а также камеру, после чего идем лутать сам ангар. В этих ангарах вам также пригодится резак. Без него на этом ограблении, увы, никуда. В зависимости от ситуации, если вам повезет, набивайте сумку до максимума, дабы выполнить элитку. Обчистив первый склад, вам точно этого не хватит. Поэтому идем ко второму, попутно расчищая охранников. Также уже на втором складе у вас тоже есть вероятность того, что вам просто не хватит забить сумку. Как раз таки у меня и произошел подобный случай во время съемок. Что в такой ситуации делать? А попросту ничего. После второго склада, все, что нам остается, это уйти с острова. А вот чтобы уйти с острова, нам нужно расчистить охрану. Ибо те охранники, которые находятся тут, они палят абсолютно весь порт. Самое главное, это снять ту охрану, которая находится в нычках. Тут всего лишь будет один такой товарищ. Затем мы снимаем двоих на пристани, садимся в лодку и после чего уплываем с острова со спокойной душой. Элитку, к сожалению, я не выполнил, но все же я получил 1 миллион 200 тысяч долларов игровой валюты где-то за 40 минут тире час. Это с условием всех подготовительных заданий. Если, конечно, еще подзаморочиться, можно сделать штуку с отключением интернета во время транзакции, но это работает через одно место. Таким образом, мы получаем где-то от 1 миллиона до 1 миллиона 900 тысяч долларов игровой валюты за 40 минут, либо же час. Все зависит от сложности, а также основной цели. Что я хочу сказать в итоге. Все эти патчи, которые нерфили это ограбление на протяжении года, они никак его не понерфили. Оно все еще остается максимально быстрым и профитным как и по доходности, так и по времени прохождения. И то, что кто-то там из разработчиков решил брать возможность вырубить джиггернаута на острове, это тоже никак не повлияло. И это все значит, что ограбление остается самым прибыльным и самым лучшим способом заработка и фарма в игре. Ну а что вы думаете по этому всему поводу, напишите в комментарии, мне будет интересно почитать. Ну а я в свою очередь буду прощаться, если тебе хоть как-то понравилось это видео, то поставь лайк и подпишись на канал. Также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать подобные ролики. Если тебе есть что-то дополнить к этому ролику, то всегда пиши в комментарии. Все полезные ссылки ты всегда можешь найти в описании под этим роликом. Ну а с вами был Антромер, либо же Игорь, играйте в свое удовольствие, всем удачи и всем пока-пока. Также я тебе рекомендую глянуть вот эти вот ролики. Субтитры сделал DimaTorzok